На этой ферме 400 коров, а вот управляются с ними всего два человека. Доярка Оксана Деменюк к такому, с одной стороны, жесткому раскладу привыкла уже давно. Правда, приходится крутиться, как белка в колесе. Количество подопечных растет, но женщина не жалуется, потому что знает, за тяжелый труд щедро и заплатят. У нас хорошая зарплата, нас устраивает. Это того стоит. А если есть стимул, будут и результаты. 20 литрами молока класса «Экстра» в сутки с одной коровы здесь уже никого не удивить. Как и зарплата и доярки в полторы тысячи рублей, заработанной, конечно, огромным трудом и потом. Везде дояркам тяжело. Это тяжелый труд. Конечно, работаем пять часов с утра и пять вечером. Молочными деньгами, а это основная статья дохода, здесь не сорят. И считать умеют, тем более, что отдельные фермы хозяйства нуждаются в реконструкции. Грамотно распределять и переходить на новые, более современные рельсы – вот главная слагаемая успеха от молодого руководителя. Все-таки людям донесли, доказали, что надо работать по науке. Будет селекция, будет другая корова, будет другое молоко, будет больше, больше вы заработаете. Соседняя ферма еще не так давно принадлежала другому хозяйству. Присоединили к более успешному всего месяц назад, но уже успели навести лоск и не только внешний. А это, пожалуй, самое уютное место на всей ферме. Здесь содержателят от двух до четырех месяцев. Чистота и порядок во главе угла. И это для малышей не менее важно, чем сбалансированное питание. С утверждением, что молочный бизнес начинается с порядка, согласно и Лидия Данилик, женщина уверена, привесы и зарплаты будут, если на каждом, даже незначительном участке, будет работать заинтересованный. Если любишь животное, значит, ты душу вкладываешь. Где-то что-то не кушает, лежит. Может, он просто отдыхает, а ты переживаешь, что заболел. Это все душа человеческая. Руководителю большого хозяйства Павлу Шедловичу всего 32, но его система со свежими и справедливыми идеями работает как на показатели надоев и объемы продаж, так и на кошелек тех, кто эти показатели выполняет. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область.